Добрый день. Если среди присутствующих есть маркетологи, я подговорю с организаторами, прошу вас встать и пойти в другой зал, где Слава Прохоров расскажет сейчас, почему уволят маркетологов и за что. Мое выступление именно для тех, кто занимается бизнесом и у бизнеса есть на самом деле немало проблем, расходы на рекламу растут, к сожалению, во многих бизнесах конверсия из тех, кто пришел на сайт клиентов, она падает. Мы занимаемся интернет-маркетингом уже почти 20 лет. Я помню время, когда там что угодно размести, приведи посетителя, он уже ой, ничего себе в интернете нашел про холодильники, ну и что, что нет картинок, даже цен нету, но зато написано, куда звонить, можно идти покупать. А сейчас все становится намного сложнее и от многих представителей бизнеса я слышу то, что да, к нам приходят на работу кто-то, нам постоянно звонят, агентства, мы ходим на конференции, слушаем рекламные площадки, слов красивых очень много, только как-то все это не очень радует и только денег все больше уходит. Хочется в это все вникнуть, вникнуть реально сил нет и здесь бывает так, что говорят, а отлично, мы сейчас возьмем кого-нибудь в штат, кто в это вникнет и начнет всем этим управлять и потом выясняется, что еще хуже получилось, потому что этот кто-то, ну об этом я еще не скажу подробнее, не очень тоже сильно помогает. Поэтому первый вопрос на самом деле, а во что нужно вникать бизнесу? Я много общаюсь с представителем бизнеса и меня иногда удивляет, насколько директор крупной компании может быть вовлечен в какие-то нюансы, вот, что давай мы там разместим смарт-баннеры, потому что он где-то про это что-то увидел, прочитал или он там будет обсуждать, что у нас в этой рекламной компании очень низкий CTR, слушай, вот меня это беспокоит. Я говорю, слушайте, у вас неужели других вообще вопросов нету, надо ли вам это? На самом деле в рекламе точно так же, как в любом другом процессе управления, очень важно организовать работу других людей, чтобы они достигали конкретных целей. Здесь три основные составляющие, про что я сейчас буду говорить, про то, как собственно цель эту сформировать, как поставить правильно задачу. Очень много рекламодателей, к которым обращаешься с вопросом, а какая у вас вообще цель, и они толком не могут объяснить, да, но нам продажи нужны, чтобы денег на рекламу потратили, и побольше с этих денег было продаж клиентов пришло. Когда начинаешь спрашивать, как у них выстроена система управления исполнителями, тоже выясняется, что у нас агентство есть, там плохенькое, но мы их пинаем постоянно, ну вроде как-то что-то получается, и вот это вроде, и все это не организовано, и вопрос, с чего нужно начать. Начать, конечно, нужно с постановки задачи. Многие, обращаясь к агентствам, и ко мне с этим нередко обращаются, говорят, Алексей, ну ты же в этих интернетах разбираешься, ну скажи, сколько надо денег, и что мы за это получим. Это вообще любимая формировка очень многих рекламодателей. Недавно мне друг позвонил, говорит, слушай, у меня здесь вот знакомые в Ногинске мебельный магазин, скажи, сколько им надо денег на рекламу потратить, и какой результат они получат. Я вообще понимаю, что абсурдная обстановка вопроса, значит мебельный магазин, там большой торговый мебельный центр, там типа Икея кто-то построил, или это какой-то маленький магазинчик, люди там какую-то из ротанга мебель садовую продают, им там три кресла продал за сезон уже хорошо, потому что сами их делают. То есть вопрос, что им нужно, масштаб, собственно, этого всего бедствия, нужно четко сформулировать. При этом нужно понимать, что далеко не всегда задача рекламной компании продажа, которая принесет деньги. Например, мы говорим про интернет-магазины парфюмерии косметики, очень часто задача рекламной компании привести новую аудиторию, которая нас еще не покупала, и их за счет какой-то акции с бесплатной доставкой на любую сумму заказа дать им возможность сделать первый пробный заказ. Да, он будет нам убыточный, но они поймут, что у нас качественный товар, что четко все хорошо работает, и потом за счет повторных продаж мы на них заработаем. Но нам нужно не пытаться заработать сразу с первой доставки, нам нужно дать возможность людям попробовать с нами поработать. Фактически мы в рамках рекламной компании приводим посетителей, продажи которым нам убыточны на первом шаге, но потом мы с этой аудиторией работаем успешно, все хорошо. Или вот в B2B, в сложных услугах, часто бывает так, что на сайт заходишь, можно почитать про компанию, но наверху так на всякий случай написано про бизнес-завтрак, не очень навязчиво, потому что если я зашел на сайт, с сайта нас не надо вводить на бизнес-завтрак, естественно. Может быть с сайта вдруг я позвоню. Но вообще задача всей рекламы привести людей на бизнес-завтрак. Если я с сайта ушел и читаю новости, она меня везде догоняет эта информация про эти бизнес-завтраки, потому что вся задача рекламной компании это как раз привести людей на это мероприятие, потому что в таком сложном бизнесе только после личного общения, после мероприятия можно как-то там постепенно выстроить коммуникацию, что-то продать. На сайте вряд ли люди зайдут в корзину, добавят консалтинговые услуги и что-то там закажут. Не надо пытаться это делать, это почти бессмысленно. Очень много бизнесов, которые находятся в каком-то городе, производство, магазин. Да, они продают еще в другие регионы оптом, но для местных жителей самая главная задача, чтобы люди приехали в магазин. И часто небольшие компании, в которых есть офлайн торговая точка, они выходят в интернет и говорят, о, мы сейчас будем в интернете спальниками торговать. И хотят торговать на свой город. Да, это по-моему Новокузнецк, здесь, кстати, еще у них колл-трекинг подключен, поэтому по номеру телефона непонятно сразу, что за город. Но в первые секунды после загрузки сайта можно понять, что за город по ходу, а потом хоп, он исчезает. Да, такой маленький лайфхак для внимательных посетителей, они могут догадаться, что за город. И задача для жителей этого города не просто их привезти на сайт и попытаться им продать, конкурируя со всеми другими интернет-магазинами, которые продают спальники. Наша задача рекламной компании, когда они сюда пришли, им здесь написать и в карточке товаров, каждый разместить фотографию магазина и написать никогда не покупайте спальник через интернет. Обязательно придите, пощупайте его, посмотрите, какой материал нравится он вам, не нравится, и только после этого покупайте. А еще можно написать, что у нас в магазине есть тест-драйв, надо сделать маленькую комнату, как в цветочных лавках, знаете, где очень холодно, маленькое помещение. И вот сказать, что у нас там плюс три, может и в спальнике там полежать 15 минут. Весь город будет знать, что там есть тест-драйв спальников, и наша задача будет местным жителям как раз и внушить, что спальники только у нас покупайте. А люди идут на чужое поле, естественно, на чужом поле у них конкуренции не получается, они говорят, что-то странное интернет-магазин открыли, все плохо, потому что действительно они не смогут так же качественно карточки товара, отзывы собирать, как крупные, хорошие, большие игроки. Вы должны продумать весь сценарий взаимодействия с клиентом, это идет задача от бизнеса, это вам не исполнитель, не агентство должно продумывать. Подумайте, кто где увидит вашу рекламу, как вы вообще себе это представляете, чем вы сможете зацепить внимание этой аудитории, что они будут уже про вас знать в этот момент, что-то может быть они знали, может быть они что-то увидят в этом объявлении. Дальше очень важный вопрос, а что люди ждут от нас? Об этом многие не задумываются, мы говорим о том, что мы хотим от аудитории. А что люди-то сами ждут? Сейчас тоже у меня несколько примеров на эту тему будет. Дальше какие действия должен совершить, у меня здесь должен специально в кавычках, потому что на самом деле человек ничего не должен. Это мы хотим, чтобы он зашел на сайт, выбрал, что-то сравнил, заказал, а у него есть вот то, что он хотел, и вот ему разбираться, как там у нас что работает, ему совершенно не обязательно. Подумайте, чем должна закончиться коммуникация, то что должно после сайта быть? Он должен позвонить, он должен вам что-то написать, он должен кому-то про вас рассказать. Вы должны четко понимать в любой коммуникации понятное, какое действие вы хотите получить от человека, и он должен понимать. Если ваша задача, что он записался на бизнес-завтрак, вы должны его к этому подводить, а не надеяться, что он сам это найдет. И очень важный вопрос, а что вы хотите, чтобы человек, который был на вашем сайте, о вас вообще запомнил и мог кому-то сказать? Посмотрев ваш сайт, сказать, ой, я нашел компанию, да, давай у них закажем спальники, потому что, вот что можно сказать? Потому что они тоже классные наши ребята из Новокузнецка, да, вот это уже там хотя бы какой-то аргумент, еще что-то. Они просто, я нашел классную компанию, давай к ним обратимся, потому что у них широкий ассортимент, низкие цены, индивидуальный подход к каждому клиенту. Но никто так не будет друзьям, знакомым, родственникам говорить, коллегам по работе. Что-то должно остаться у человека, и вы должны это донести. Нужно обязательно определить целевые показатели. Тоже я часто вижу, что у бизнеса на самом деле четко не сформулировано. Мы хотим от рекламы получить как можно больше, потратить поменьше денег. Это неуправление, невозможно, если нет четкой цифры, невозможно этим управлять. Вы должны сказать, сколько вы хотите клиентов. Конечно, многие говорят, ну чем больше, тем лучше. Это абстрактная величина, потому что кто-то говорит, слушай, нам если меньше тысячи клиентов придет с этой рекламной компании, нам вообще бессмысленно было в этом всем ввязываться. Я когда был на встрече с одним из топ-менеджеров крупной компании, и он сказал, ну да, целевой показатель, ну давай считай так, если вот то, что мы сейчас все вот затеваем, меньше 10 миллионов рублей прибыли нам принесет, то в принципе мне не стоило на это время тратить. Ну и давай от этого уже дальше думать, как нам что выстроить, чтобы мы до этого показателя дошли. Вы должны подумать, какой допустимый расход денег на рекламу. Вы на какую-то сумму продали, сколько процентов от этих денег вам допустимо тратить на рекламу. Понятно, что на разную аудиторию, в разных задачах разная может ситуация быть. Вот я показывал пример с парфюмерией косметикой, там может быть вы скажете, мы готовы всю эту сумму, все, что получили, готовы потратить на рекламу. Может быть даже больше, потому что мы потом еще много раз продадим этому покупателю. Уже повторные продажи нам привлечения будут стоить копейки, там мы будем рассылкой еще как-то возвращать их к себе. Но вы должны понимать эту цифру для разных аудиторий. Некоторые компании понимают, что вернуть тех, кто когда-то у нас покупал, но сейчас про нас забыл, мы их привели, они купили. Это одна стоимость недопустимая. Те, кто совсем новый, она может быть больше существенно. Но эти цифры должны быть у вас записаны. Не бойтесь, если вы ошибетесь, вы потом их пересчитаете, но они должны быть. Почему-то многие об этом не думают. Ну естественно рекламный бюджет, это часто там сумма, которую мы готовы попробовать на какой-то этап рекламной кампании. Ну и дальше, исходя из этого, надо планировать всю рекламу. И очень важно отдельно от рекламного бюджета спланировать бюджет на эксперименты. У успешных рекламодателей очень часто бывает такая ситуация, что они говорят, да, мы готовы что угодно запустить, мы готовы на это выделить там 50 или 100 тысяч, мы четко понимаем, какой результат должен быть, чтобы мы сказали, что это работает и это масштабировали. Но когда есть отдельные бюджетные эксперименты в месяц или на каждый разовый эксперимент, тогда понятно, как выстраивать работу с новыми инструментами, с новыми там каким-то возможностями рекламными. Нет, не будет у вас каждый раз вопрос, а что делать. Если вы это считаете, эти деньги экспериментальные вместе с общим рекламным бюджетом, то любой эксперимент ухудшает средний показатель эффективности рекламы. И исполнитель уже не хочет запускать эксперименты. Сейчас эксперимент запустим, у нас общий показатель ухудшится, вы уйдете вообще от этого исполнителя. Исполнитель тоже это сдерживает. Подумайте, какие метрики вы можете измерять. Понятно, что хочется измерять, сколько клиентов пришло. Но очень много бизнесов, где не все так просто посчитать. Иногда приходится считать какие-то либо косвенные показатели, либо нужно что-то измерить, провести какие-то эксперименты. Сейчас с одной сетью магазинов такую историю запускаем. Давайте запустим рекламу, которая скорее всего приведет покупателей в магазин. Мы на сайте их никак не отследим, никаким колл-трекингом. Они в магазин физически придут, потому что мы будем показывать по геопривязке людям, которые мимо магазина ходят. Но мы сейчас запустим рекламу на два магазина, посмотрим, будет ли какое-то отклонение в количестве покупателей посмотрим с другими магазинами. То есть мы смотрим, как с учетом сезона по всем магазинам в Москве будут меняться продажи, а по этим магазинам посмотрим, будет ли какой-то всплеск. Если всплеск будет по двум именно этим магазинам, мы сможем, исходя из этого, оценить, какой эффект это приносит и понять, надо ли нам дальше это масштабировать. Поэтому тоже все эти вещи лучше проговорить заранее. Часто запускают рекламу, рекламная компания прошла, потом смотрят, да, что-то заказов у нас в корзине не было. Так, а давайте как-нибудь. Во-первых, начинается такой эффект, давайте искать оправдание тому, что деньги правильно потрачены. Лучше заранее еще на берегу это все продумать и просчитать. Ну и, конечно, очень важно правильно сформулировать, кто же все-таки клиент, кто будет, кто целевая аудитория и какую потребность клиента закрывает ваш бизнес. Ну, обычно стандартно в компаниях есть какой-нибудь файл, где написано, что наш клиент это мужчина или женщина от 18 до 54, которые там доход выше среднего, живут в крупных городах. Ну и такое, в принципе, ни о чем. Ну да, или там курса английского, это у нас наши клиенты все от 3 до 99 лет. Меня все это умиляет. Я себе представляю такого трех-четырехлетнего пацана, который говорит, мам, надо бы мне английский подтянуть, дай мне денег, я нашел себе, значит, где этим заниматься. Понятно, что он не клиент совершенно. Вы должны понимать, что изменилось у ваших клиентов в их жизни. А сейчас очень сильно возрос информационный поток. То есть те, кого раньше вы привлекали, они заходили на вашем сайте, читали информацию, им было все хорошо. Сейчас они привыкли в соцсетях, на сайтах, по диагонали все смотреть быстро, быстро, быстро. И уже ваш сайт, который был 10 лет назад классным, сейчас их уже не цепляет. Они привыкли, что очень многое можно сейчас через интернет быстро любой вопрос решить. Не только найти информацию, но какую-то проблему решить, что-то заказать, что-то выбрать, договориться о ком-то, с кем-то. Люди привыкли через мобильное устройство пользоваться интернетом. Здесь тоже важно понимать, что это не верстка под мобильное устройство. Это другой сценарий взаимодействия с информацией. Обычно меньше времени, где-то это на бегу, телефон достал, быстренько посмотрел что-то. Времени меньше, отвлекающих факторов больше. Если вы сидите за компьютером, что-то делаете, любой подходящий видит, что вы что-то делаете за компьютером. Если вы сидите, утнувшись в телефон, любой подходящий к вам, уверен, что вы опять торчите в этих соцсетях и можно вас отвлечь. Поэтому с сайта удержать внимание на мобильном устройстве тоже в этом смысле сложнее. Ну и появились компании, которые общаются на нормальном языке и люди очень быстро привыкают к хорошему. Если где-то что-то удобно, они ждут того же и от вас. Никогда они этого не получают, вроде того, что еще недавно они не ждали. У них тоже приходит разочарование. Ну и конечно, нам надо понимать, что мы должны перейти от такой концепции, что у нас есть сайт, мы нагнали трафик и мы нам этим трафиком управляем. Это в сравнении коммуникации с аудиторией. Надо понимать, а что на самом деле нужно вашему клиенту? Что хочет что-то конкретное купить? Часто же мы что-то покупаем не потому, что мы это купить хотим, а потому, что у нас есть какая-то причина. Подумайте, кто платит за то, что будет вас покупать? Кто этим пользуется? Кто выбирает? Один или тот же человек, или это разные люди? У меня несколько примеров. Например, заправка картриджей. Есть маленькие, очень заказчики, физлицы, которые раз в несколько лет заправляют. Есть крупные компании, которые просто так не попадешь, у них там через тендеры и все сложно к ним попасть. А есть небольшие офисы, которым нужно регулярно по несколько картриджей заправлять. Очень хорошая аудитория. Но вопрос, кто в этих компаниях занимается выбором? Естественно, не директор, не владелец. Это офис-менеджер. Что важно офис-менеджеру, когда он выбирает компанию, которую заправляет картридж? Как вы думаете? Скорость, что еще? Чтобы за него все сделали. Вот смотрите, на самом деле далеко не всегда надо, чтобы было за него все сделали и привезли. Иногда таким людям очень удобно, что они поедут к трем часам или к четырем часам забрать или заправить картриджи и свинтят уже домой. Ну скажут, да, там пока заправили, я уже сразу домой поехал и из дома завтра привезут. Это тоже надо понимать. Здесь же часто у людей другая причина. Или, например, скорость. Что значит скорость? Что мы сейчас оплатим, завтра уже заправят? Да нет, на самом деле, не всегда это спасает. На самом деле вот офис-менеджерам практически основная и главная мотивация во всем, что они делают, им важно, чтобы на них не орал директор. Вот. И что дальше с картриджами происходит? Если она прибегает к директору, говорит, надо оплатить. А почему это происходит? Потому что она раз в несколько месяцев забыла, картридж последний поставила, забыла заправить, потом там через три недели достает. Все, закончились. Идет директор, надо оплатить. Нам завтра утром уже заправили. Говорит, слушай, давай не сегодня оплатим, уже сейчас не до этого. Или вообще директора где-то нету, его, ему бухгалтер звонит, ой, зайдите в интернет, подпишите платежку. Он на нее ругается и говорит, почему ты не могла заранее. Поэтому надо для нее написать на этой страничке на сайте, чтобы здесь было написано, если вдруг у вас неожиданно закончился картридж, мы приедем к вам в течение часа, заправим потом там с постоплатой, привезем подменный картридж на время заправки. Но вот понять вот эту ее главную проблему, что упс, неожиданно закончилось, и надо его сначала заправить, а потом уже сказать директору, что я не уследил за этим. Потому что потом прийти директору и сказать, надо счетик оплатить ближайшие три дня. Директор сказал, что ты молодец, да, хорошо, что ты вовремя все сделала. Главное, чтобы он не узнал, что там два часа компания стояла без этого, без работающей техники. А здесь на сайте написано корпоративным клиентам, здесь написано, что они помимо заправки картриджа потом будут продавать компьютер нам, оргтехнику. Представляете себе клиенты, которые говорят, слушай, я нашел классных заправщиков картриджи, они потом нам будут компьютеры еще обслуживать, продавать. Классно вообще, еще бухгалтери везти нам будут. Это же абсурдно. Не нужно это людям. Это они хотят так выстроить бизнес, и они это перевернули. То, что они хотят, о чем они мечтают. Они думают, мы сейчас клиентов подсадим на картриджи, потом начнем все остальное им продавать. А на самом деле вот это пишут, это совершенно не убеждает. Подумайте, с кем еще будет взаимодействовать посетитель вашего сайта, ваш потенциальный клиент, когда он будет выбирать, что купить, что на него влияет внешне. Очень сильно на нас внешнее окружение влияет. Вот, например, игрушки. Продается игрушка, можно посвать его ребенку купить или не купить. Что влияет на родителей? Понятно, что там быстрая доставка важна. У нас был когда-то интерномагазин детских игрушек, мы выяснили, что в Москве главная проблема, многие родители покупают игрушку в день рождения ребенка. И когда им говорят, что доставки сегодня невозможны, я говорю, ну вы вообще подставляете у ребенка 9 лет. Я, собственно, сегодня вечером хотел его поздравить, только вспомнил. Ну вот, да, такая подстава. Но еще что очень важно, многие родители покупают дорогие, хорошие игрушки, потому что у них есть внутренние переживания, что мы с вами работаем, да, сегодня тоже суббота, мы с вами работаем, а дети там как сорняки, где-то как-то там растут, непонятно, кто за ними сегодня следит. И многих родителей это угнетает, что вот мало внимания детям уделяют. Если купил дорогую классную игрушку, еще в инстаграм выложил, потом гости пришли, если все скажут, вау, ты купил самую лучшую вообще развивающую игрушку, самую модную, современную, вы же, да, я ребенком занимаюсь, развиваю его. И для этого многие покупают, тратят деньги на разные там мероприятия, связанные с детьми. Поэтому, когда мы рекламируем какие-то игрушки, если мы делаем на этом акцент, что эта игрушка там одна из самых лучших на сегодняшний день для развития, там того-то, того-то, мелкой моторики, там это еще что-то, потом ребенок будет классно, у вас успешный. Райли говорит, ой, господи, классно, ну пускай, что на тысячу дороже, зато я потом всем это расскажу классно, да, или там жена мужа говорит, давай купим, наконец наш ребенок будет вообще молодец и все будет хорошо. Обязательно продумайте, это надо делать внутри бизнеса, а не кому-то поручать. Какие рациональные критерии есть выбора в вашей сфере, какие есть иррациональные. Чаще всего оказывается так, что в рекламе как раз пишут то, что самая рациональная, понятная стоимость, сроки, наличие на слайде, какие-то очень простые вещи. И все конкуренты про это пишут, все пишут, что у нас самая низкая цена, и это все как-то банально и скучно. Еще часто оказывается, что то, что рациональное, это как раз больше всего останавливает. Если вы пишете, что да, у нас самые лучшие бухгалтера будут вести вашу бухгалтерию, а клиенты думают, вот меня больше всего и смущает, непонятно, кто там будет вести. Вот директор толковый там что-то выступал, вести это будут эти вот непонятные выпускники или еще студенты какие-то там. Да, и вот это смущает. Поэтому когда вы понимаете, что что-то людей смущает, а в рекламе вы это же используете, у вас это плохо будет работать. Вот есть бухгалтерское обслуживание, услуга. Переходим на сайт, видим сайт с там ужасными текстами, потом сможете почитать в презентации, ну просто какой-то кошмар. Дальше мы видим на страничке в середине написано, ознакомьтесь с базовыми расценками, потому что многие эти компании делают ставку на то, что у нас дешево, у нас выгодно, у нас на 100 рублей, на 500 рублей в месяц будет дешевле, чем у других. Внизу телефон мелко, не дай бог позвонят. Мы переходим, знакомимся с базовыми расценками, видим эти расценки, ничего не понятно, они делают акцент на том, что у нас дешевле, чем бухгалтер в штате, смотрите, как классно, но мы создаем барьер для клиента. Позвонить на такого сайта не хочется, потому что когда вы позвоните, что вас спросят? Первое, вы же спросите, сколько стоит, а вас спросят, а сколько у вас операций по первичным документам в месяц? И вы почувствуете себя идиотом, да, то есть я не готов к звонку. Меня загрузили информации, пытаются делать акцент на том, что у них выгодно и дешево, а на самом деле это не работает, не это нужно клиенту. Или вот яркие диваны, я еще, видите, Яндекс понимает, что яркие диваны, это, видите, яркие диваны, здесь еще хорошее качество картинки, все замечательно. В первом объявлении я вижу, что мы снизили цены на диваны, я думаю, классно, яркие диваны, это поиск с мобильного. И опять же вспоминаем то, что я говорил про сценарий взаимодействия. Когда человек ищет диван с мобильного, это такая очень спонтанная покупка. Сидели где-то за ужином, где-то в дороге, слушай, а может яркий диван купим? И вот надо вот эту вот эмоцию подхватить. Мы в результате приводим на сайт, я говорю, ладно, хорошо, прямой диван уговорили, а какой там у вас нужен материал и механизм? Я говорю, ладно, что-то выбираем. Я говорю, вот, пожалуйста, мы снизили цены, яркие диваны. Ну, они у нас такие же яркие, какие у нас и цены. Все, мы эту эмоцию убили. Классно можно было бы сделать так, чтобы человек захотел к нам приехать, что-нибудь там как-то нам оставил себе дополнительную информацию, а мы, кстати, его разочаровали. Он на это все посмотрел, сказал, да. Зачем вообще было на эту рекламу тратить деньги, при том, что мы понимаем, что с мобильного устройства человек приходит именно вот так вот спонтанно, неожиданно, потому что мебель всерьез выбирают больше с компьютеров, потому что ответственная покупка. Подумайте, какие штампы есть в голове у клиентов. Вот, например, строительные компании, у них большая проблема, что все искренне верят, что строители всегда врут по поводу стоимости, сроков, ну и вообще всегда врут. И как вот это и есть такое. Если вы честный строитель и будете писать, что у нас низкие цены, мы точно по смете строим срок, на вас будут смотреть, улыбаться и вообще неубедительно это, если вы это про себя говорите, потому что все так говорят. И вот на сайт строительной компании заходишь, продают коттеджи под Перми, коттеджный поселок, дома строят участки. Я захожу и вижу образование, но при этом там сверху картиночка про химию. Я думаю, да, кстати, там от заводов то там что вообще. Или дальше картинка близко к городу, а нарисовано, что ехать-то в объезд. Это частая история такая, что вон оно рядом, но ты попробуй доеть туда. Не очень-то просто доехать. Потом написано качественная дорога, но колеса уже красные. И вот на это все смотришь, вроде сделали сайт, рекламу, все хорошо, сформулировали, но неубедительно совершенно, потому что не думали, а как вообще-то, если живому человеку будем эти картиночки показывать, говорить, вот у нас качественная дорога. Вы посмотрите, скажете, как-то совсем это вообще не то. А сформулировать ценность свою для клиента. Почему? К вам нужно обратиться. Это будет ценностью, если люди посмотрят ваш сайт, посмотрят вашу рекламу, пойдут кому-то расскажут. Слушай, я нашел компанию, и вот что-то дальше скажут такое. Вот это ценность, а не какой-то набор слов бессвязных. Поэтому напишите пять важных ваших преимуществ, которые вы считаете действительно самые ключевые. А еще очень хорошо помогает взять и придумать какие-то безумные преимущества. В первый момент кажется вообще полный бред. Я на днях проводил такой мастер-класс в очередном городе, в Магнитогорске было, и там ребята говорят, ну вот мы мебель делаем мягкую, ну разные формы, диваны, ткани разные, ну как у всех. Вы же не можете рекламировать, что мы как и все делаем разные диваны. Ну мы можем там поставить механизм, чтобы можно было там с айфона его складывать, раскладывать, и он будет стоить космический денег. Ну да, так никто не заказывает, ну кузнецкий, никому так не надо. Ну что делать, давайте что-нибудь придумаем, вот чтобы можно было про вас сказать. Это те самые ребята, которые, мы с ними придумали целую серию диванов, у них будут диваны. Я уверен, кстати, что они это реализуют, они так загорелись. Диваны для холостяков, это очень прочный диван, кармашек для презервативов, в общем все там, все удобно. Диваны специально для молодоженов, которые проверены, там статистика, что-нибудь можно туда даже внутрь добавлять в материал, что повышает рождаемость, там еще что-то такое. Можно там дальше они говорят, давайте для бухгалтеров диван, на котором лучше сон, потому что у нас там будет что-нибудь там, специально будем травы внутрь класть, будет лучше сон, даже несмотря на то, как у вас с отчетностью. В общем, они придумали, это хорошо, да, это вроде безумные вещи, не факт, что это поможет им сильно увеличить продажи, но по крайней мере про это будут говорить. Они будут те самые ребята, которые, и про это весь город будет знать. Когда вопрос возник, где диван, я скажу, а, слушай, вон там дети для холостяков, купи что-то, да, нормально, давай у них. Потом купишь нормальный диван, все хорошо, но по крайней мере уже эмоция остается. Или вот есть тематика кофе, моя любимая, есть хороший вкусный кофе, у меня жена небольшой бизнес купила чуть меньше года назад, и как объяснить людям, что надо пить не вот такой кофе, как мы здесь сейчас учились на кофе-брейке, который горький и не в обиду организатору, мейлу будет сказано, но, к сожалению, не такой вот горький, а светлой обжарки, когда вкус чувствуется, не горечь, а вкус, еще свежий, обжаренный, не когда-то полгода назад. Сложно для людей это донести, да, там люди слушают, ну какой-то там кофе, ну как-то надо через эмоции это сделать. Первое, что, конечно, я сделал, это я разместил у себя, думаю, как я могу помочь жене, написал, что вот смотрите, я кофе обжариваю, и вот директор по маркетингу, осен кофе, классно, те, кто меня знает, сказали, ой, дай попробовать, потому что есть немало людей, которые знают меня, говорят, о, слушай, а давай попьем кофе, который Леха обжаривал, это же прикольно, да, вот все, это кофе, который, то, что я вам говорил, есть эмоция, потом я думаю, как, что сделать дальше? Я ехал в первую конференцию, я говорю, о, там будет Игорь Ман, давай напишем на этом кофе, это был, Бразилия, бленд номер один назывался этот смесь, зерен, я говорю, давай напишем на пачке Игорь Ман, вы номер один, кофе номер один. Естественно, такой человек, если вы там знаете Игоря Мана, он не мог не выложить это в соцсети. С того момента, как я ему подарил эту пачку, до того, как я увидел ее в инстаграме, прошло где-то три-четыре минуты. Он выложил четыре фотографии, написал Юле спасибо, в общем, был в восторге, все замечательно. Был там еще Сидорин на этой конференции, про репутацию рассказывал. Он не мог просто выложить кофе с идеальной репутацией. Он, конечно, тоже там за несколько минут тут же устроил конкурс, расскажи, как любишь кофе и выиграй кофе Сидорин. Потом он сказал, ой, я случайно его на фейсбук еще пост разместил, мне нужно две пачки. Слушай, у меня там еще один клиент очень крупный, важный, участвует в розыгрыше, ему тоже нужно пачку подарить, дайте нам три пачки. В общем, в результате куча людей узнала про этот кофе. Один из тех, кому я подарил, оказался кофейный гурман, он сказал, ну я сначала попробую, попробую, у нас еще не говорит, слушай, а классный кофе, написал на фейсбуке. Это был четверг, в понедельник вечером мне Юля говорит, если дальше будет столько же продаж, я не выдержу. Надо с этим что-то делать. Я говорю, хорошо, я сдержу себя, будем меньше эмоций вызывать. Ну вот на самом деле вы можете даже людей использовать для рекламы, когда вы вызываете эмоции. Очень во многих бизнесах, если вы зацепили эмоцию, о вас будут знать, о вас будут говорить. А если будете просто долбить еще новыми форматами рекламы, ничего не получится. Но надо понимать этот бизнес, понимать людей, чтобы зацепить их. Очень важно использовать кросс-канальные коммуникации, про это можно очень много говорить. Это история, когда у вас не просто идет много разной рекламы, а когда у вас есть взаимосвязь разных каналов привлечения клиентов, разные рекламы, часто этому мешает то, что в крупных компаниях один подрядчик отвечает за соцсети, один отвечает за Директ, один за AdWords. И вот каждый за себя отвечает и никому не выгодно, чтобы люди как-то откуда-то пришли, потом их там догнали, тут и тут. Вопрос, чья заслуга потом будет. Это должен рекламодатель тоже понимать, как он-то все выстраивает. И по случайному стечению обстоятельств, предыдущий спикер уже приводил пример про фильм Focus, но я даже слайды для тех, кто не помнит. Там как раз показывали цифры и потом человек выбрал этот номер на поле игрока с таким номером. Как это все работает, как это можно применять в привлечении клиентов, если вы вообще не через интернет клиентов привлекаете, а привлекаете клиентов холодными звонками. Кажется, холодные звонки, реклама в интернете, фильм, что здесь общего? Вы берете, собираете аудиторию, те, кого будете обзванивать, продумываете, что можно этим людям заранее про вас показать, рассказать. Даже не обязательно, чтобы они на сайт переходили, чтобы они что-то про вас услышали, про эту тематику услышали. И после этого, мы про кофе говорили, можно сначала людям показать какие-то рекламные сообщения о том, что вообще-то уже все перестали заказывать обычный кофе, пережаренный в офисы в современных компаниях. А потом хоп, вы им звоните, ваш менеджер звонит, они говорят, да, что-то я про вас слышал, известная компания. В интернете очень удобно это делать. Это компании, которые работают, производители продуктов питания это используют. Когда у вас есть магазин, в котором вы хотите продавать свои продукты питания, вы берете контакты всех этих сотрудников магазинов, которыми вы общаетесь, у вас скорее всего база есть, но вы им звоните, долбите, купите наши пельмени, они хорошие. Они говорят, да зачем это надо? А вы берете и начинаете показывать им медийку. Они говорят, слушай, пельмени, они вообще на всю страну рекламу дают. Я тут ездил вообще отдыхать, да, и там тоже видел рекламу, прям вообще баннеры. Они столько рекламы дают, это же самые известные в России пельмени, надо у них, конечно, закупать. И вы звоните, ну что, хотите с нами работать? Да, хотим, конечно, у вас такие известные пельмени. В интернете тоже все можно выстраивать и все это будет работать. Ну и поэтому очень важно думать об истинных потребностях ваших клиентов, вызывать эмоции и очень важно не бояться экспериментировать. Все успешные рекламодатели, которых я в своей жизни встречал, которых я видел, это все те, кто активно пробует рекламу, новые инструменты, потому что никогда нельзя сказать, что да, вот для этого бизнеса вот это сработает, это не сработает, и вот чтобы точно попасть. Иногда можно, да, с какой-то вероятностью в это попасть, но надо всегда пробовать, что, слушай, вот это классно работает, вот это не работает. Другой бизнес в этой же сфере оказывается там что-то наоборот. Вот. Ну и последнее, буквально у меня там осталось 8 минут. Часто меня спрашивают, есть ли потенциал улучшения рекламной кампании. Вот вопросы, которые нужно спросить у того, кто ведет вашу рекламу. Как он понимает цели рекламной кампании на этот месяц? На самом деле часто, послушав, что говорит человек, ведущий рекламу, про цели рекламы, вы поймете, что ничего хорошего от этой рекламы не будет. Про свою целевую аудиторию спросите, что вам скажут. Что вам скажет, какая главная задача того, кто ведет рекламу? Он скажет, ну нам надо в этом месяце стоимость клика снизить, ничего, тут охват увеличить, еще что-то. Но он не про бизнес обычно говорит. Он думает обычно не про бизнес. Вот. И чем заканчивается зона ответственности? У тех, кто ведет рекламу, чаще всего тем, что на сайт пришли, все хорошо. А дальше, нет, уже это все остальное не мое. Я считаю, что тот, кто ведет рекламу, должен отслеживать, что происходит дальше. Если реально он привел на сайт, люди не заказывают, надо разбираться, почему, что ему не понравилось, и этим тоже надо заниматься. Нельзя вот обрубить, сказать, что пуговицы хорошие, а все остальное это уже не ко мне. Себе честно ответьте на вопросы о том, а как у вас на самом деле поставлена задача. Реально отслеживаете ли вы каналы, из которых приходят рекламы и обращения по всем e-mail, пришедшим в компанию, по всем звонкам, понимаете ли вы, откуда эти люди пришли. Или вы только корзину на сайте смотрите, но остальное считаете, что примерно все так же распределяется. Подумайте вообще, что у вас происходит с исполнителями, проявлять ли они инициативу, и как у вас система мотивации с ними выстроена. Это тоже очень важный вопрос, как в любом менеджменте. Правильная система мотивации, она приводит к тому, что результат будет хороший. Неправильная приводит к тому, что он будет плохой. Самая распространенная система мотивации в рекламе, это, конечно, процент от рекламного бюджета. Если в Яндексе рекламу замещаете, там вообще еще хуже система мотивации. Если вы работаете с агентством, через него размещаете рекламу в инструментах Яндекса, то система мотивации придумывает Яндекс. Яндекс говорит, вам кажется удобно, там же комиссия покрывает работу агентства, вы ничего не платите, говорят вам агентства многие. Но только получается, что им Яндекс говорит, да, во-первых, вы получаете небольшую комиссию, если обороты будут расти, вы получите больше, и там еще куча условий от Яндекса есть, когда Яндекс говорит, ребята, вы на нас работаете, вы там рекламодателю, конечно, скажите, что вы на него, на самом деле вы на Яндекс работаете. И вы это тоже в эту сторону отпускаете. Если в гугле размещают еще где-то рекламу, комиссию не получают, но вам говорят, ну там еще 10-15 процентов от рекламного бюджета нам заплатите. В результате что происходит? Исполнитель должен разогнать ваш бюджет. Хочет тысячу рублей получить? Пожалуйста, 10 тысяч счастливей. Хочешь 10 тысяч получить? 100 тысяч счастливей на рекламу дополнительных. Надо обязательно минимизировать время, которое на вас тратится, потому что издержка у всех исполнителей в рекламе это человека часы. И, конечно, надо, чтобы вы не понимали, что происходит, потому что начали работу больше, потом меньше, а процент от бюджета вроде стабильный. Вам обидно станет, что раньше вы за большой объем платили ту же сумму. Как-то все это странно. Бывает так, что ко мне обращаются рекламодатели и говорят, Алексей, мы придумали гениальный ход. Мы даем деньги в Яндекс, в угол, а вот вам как агентство будем платить пропорционально количеству звонков, заявок с сайта или количества клиентов пришедших. Классная идея. Кажется, что мы будем стараться, чтобы их было больше. Это работает только если ваш исполнитель школьник, у которого очень много времени, он занимался вами час в неделю, а сейчас будет, может, 5-10 часов в день может вами заниматься. Если это хороший исполнитель, агентство или хороший фрилансер, эта схема вообще не мотивирует. Почему это происходит? Если вы получаете, допустим, 100 звонков с сайта в месяц, чтобы стало 200 звонков, надо исполнителя потратить не в два раза больше времени, а в два с половиной или три. Потому что чем дальше, тем сложнее. Поэтому получается, зачем мне тратить в три раза больше времени, чтобы заработать в два раза больше денег. Мне проще наоборот минимизировать время на вас, потратить на вас в два раза меньше времени, может быть, звонки не в два раза упадут. И взять еще других таких же клиентов. То есть вообще нет мотивации стараться, стараться еще и еще. То есть к этому не привязано. Из всего, что я видел и того, что мы пробовали, на мой взгляд, в этой сфере намного лучше работает почасовая плата, главный подвох этой схемы для исполнителя в том, что он должен постоянно допродавать. Если ведется реклама, и вдруг вы чем-то недовольны, скажете, так, в следующем месяце ничего не делай. И исполнитель не получает ни копейки. То есть вот эта вот мысль о том, что надо постоянно допродавать свои услуги, с одной стороны, она очень страшная, потому что всегда в бизнесе лучше, чтобы клиенты сидели на какой-то абонентской плате, на каком-то там фиксе, еще чем-то. Но она очень хорошо мотивирует исполнителей, действительно понятно объяснять, что мы делаем, согласовать планы, отчитываться, показывать, постоянно вам показывать, да, что смотрите, все классно, да, вы должны быть довольны и об этом думать. У большинства агентств нету задачи ежемесячно отслеживать части клиента. В крупных компаниях вообще как? Тендер выиграли, да, все, до следующего там года, ближе к концу следующего года надо, конечно, чтобы клиент был доволен. А сейчас куда он денется, да, у нас еще целый год впереди есть и расслабляются многие. Кто нужен для ведения рекламы? Нужен исполнитель и эксперт, исполнители. Эксперт, который понимает, какой инструмент, как правильно использовать, в штат его взять очень редко получается, потому что их очень мало. Внутри одной отдельно взятой компании часто им неинтересно, потому что задач сложных не хватает. Этим людям нужны исполнители, потому что хороший эксперт не будет вручную все это делать, ему это неинтересно, не тот человек, это вообще разный у них склад характера, менталитет разный. Но чаще всего берут кого? Берут исполнителя, который сделал вид, что он эксперт. Пришел, много умных слов сказал, классно, наслушался на конференциях, пришел, выдумываю, какой молодец, вот эта картинка ходила в прошлом году по интернету, все буквы мы знаем со школы, слова понимаем, смысл мало кто может понять. И вот сейчас с такими людьми общаешься, даже я там 20 лет в этой сфере бывает, приезжаешь к рекламодателю, говорит, а да, вот еще познакомься, наш новый интернет-маркетолог. Он приходит, я его слушаю, и говорю, слушайте, я не понимаю, мне переводчик нужен, я половину слов не понимаю, что он говорит. А он сыпет кучу терминов, и мне такой, Алексей, вы не понимаете, вы вообще разбираетесь в рекламе контекстной? Я такой, ну, видимо, не настолько. Обязательно работайте с теми, кто говорит с вами на нормальном языке про ваш бизнес, говорит, а не вот этими всеми сложными словами, за которыми он прячет свое непонимание и незнание. И последняя мысль, которую я хочу до вас донести, предпоследняя. Как тестировать, пробовать работу с разными агентствами. Часто бывает рекламодатель говорит, да, это агентство не надоело, вообще просто достали, пошли к другому, они еще хуже оказались. Потому что ходят от агентства к агентству, сравнить не очень понятно как, потому что ввели полгода или год рекламу с одним агентством, перешли в другое, а тут курс изменился, там еще что-то изменилось, в общем, куча внешних факторов, зима настала. И даже если стало хуже, агентство скажет, конечно, мы молодцы, вообще рынок-то как упал, а мы-то смотрите, вы удержали вас. И вам непонятно, или наоборот все выросло, и вы не понимаете, это они молодцы, или просто обстоятельства сложились. Возьмите, настройте шахтное тестирование по одним и тем же услугам, по одним и тем же товарам. Одно агентство показывает рекламу вот в такие часы, особенно красиво, если это именно в форме шахтной доски получается, а другое наоборот. Все внешние факторы нивелируются, они одинаково влияют. Очень многие агентства говорят, что нельзя так делать, или все вообще ерунду рассказывают. Я как-то, помню, на одной из конференций выставил, потом увидел несколько постов на Фейсбуке, что так нельзя делать. Потому что действительно страшно. Страшно, когда есть возможность у рекламодателя сравнить объективно, а дальше вы можете все отследить, посчитать, сравнить. Мы очень любим такой метод тестирования. Ну, наверное, пока успешно его проходим, если вдруг появится конкурент, который будет успешно нас в таком тестировании обходить, я перестану про это рассказывать. Но пока я с удовольствием про это рассказываю. Если вы ведете рекламу и говорите, ну результат нормальный, хочется, конечно, больше, ну как? Напишите мне или визитку мне сейчас оставьте, или возьмите мою визитку. Мы вам покажем, что действительно можно именно как раз с помощью такого шахматного тестирования на реальных вот текущих рекламных кампаниях можно очень просто сравнить. Можно тем более не все взять рекламу, а какую-то там отдельную товарную группу, какую-то отдельную услугу, сравнить, посмотреть и получить результат больше. Ну и так как мой доклад завершающий, мероприятие, у меня к вам вопрос. А что самое главное для вас на конференции? Вы сегодня пришли, здесь целый день провели, в субботу. Вот что самое главное? Во, автопатия, новые знания, да. На самом деле новые знания это важно. Очень важно на самом деле, если серьезно говорить, что вы хоть что-то сделали из того, что вы услышали. К сожалению, часто люди записывают кучу блокнотик, приходят в понедельник на работу, а там реально завал вообще делал. Ладно, это потом, блокнотик убрали и в ящике лежит такая стопчика блокнотиков разных конференций. И там куча классных идей, только ничего не сделано. Самое главное хоть что-то сделать. Ну и конечно, еще важнее, не забыть фотографии выложить в интернет, потому что, как известно, карма сайта, все-таки возвращаясь, что у нас больше сеошная конференция, карма сайта и ваша карма больше всего влияет на успешность вашего бизнеса, поэтому выкладывайте фотографии с хэштегами, это важно, не забывайте. Вот видите, хэштег есть, кибермаркетинг, а есть еще яэксперт, это проект экспертов Яндекса по обучению. Меня тоже просят, чтобы я везде напоминал, что если я выступаю, надо обязательно его использовать. Спасибо большое вам за внимание. Мои контакты здесь есть. Если вопросы не успеете сейчас задать, можно мне потом писать. Я даже на интересные вопросы отвечаю быстро, на неинтересные я тоже стараюсь отвечать быстро. Мои контакты здесь есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok